Всем доброго времени суток! С вами Помазанная Машина, и сегодня у нас таки новости на первое число 12-го месяца 20-го года. Наступил декабрь, последний месяц года. В честь этого будут сегодня отбирать усы у всех, так что учитывайте. Пообещали нам, что в следующем году их вернут, так что пропадут они не навсегда. И раз уж мы заговорили про временные вещи, то всплыли упоминания некоторых предметов для солнцестояния, на этот раз речь про некую Сандану и скины для Акцельтры из Киаяти. В прошлом году дарение подарков началось 6-го декабря, потому начаться новогоднее событие должно на этой или следующей неделе. Затем показали нам обновленную пассивную анимацию Лаваса, на этот раз его змеи тоже двигаются, и реализовали в целом недурно. Заодно кажется мне, что на карте репрекс, посвящённый Лавасу, изображено его личное оружие. Похоже это на некую винтовку, но чёрт знает, чем Алхимик там промышляет. Заодно можно отметить новое оружие, показанное при демонстрации звуков Релджека. Похоже это нечто на ракетницу с тремя стволами, хотя разглядеть трудно. Ещё хочется мне отметить нечто интересное насчёт некромехов. Как оказалось, можно сделать себе билд, с практически бесконечным запасом топлива, что позволяет пользоваться рывком и зависанием без каких-либо ограничений. Нужно иметь лишь эффективность, дрейв и трение среди модов. Также тяга будет полезна для ускорения рывка, и гидравлика для увеличения высоты прыжка. С таким билдом получается эдакий бюджетный Гаусс, жалко лишь, что поворачиваться неудобно, и зависание сопровождается падением. Ничто мне до сих пор непонятно, почему было решено вернуть систему выносливости. А ещё страннее то, что неким образом можно использовать палитры животных для покраса меча костяной вдовы. Затем разрабы предупреждают нас о том, что в грядущем хотвиксе будут изменения сетевого кода. Вроде как это предназначается для игроков на иксбокс, однако может оказаться полезным и для остальных платформ. Заявляется, что поможет это в рамках тех сетей, которые склонны к порче данных. Подключение станет безопаснее и прочнее, так что будем надеяться, что ничего не сломается. А напоследок, осталось нам разобраться с раздачей консольного набора для Плоек. Победу нам является Urban Art Azerbaijan на PS4, потому поздравляю. Инфу разрабам я уже передал, а набор должен прибыть и 9 декабря. И на этом от меня всё, потому желаю всем удачи и увидимся в следующем видео.